приветствую вас мои замечательные меня зовут ольга вы на канале мануфактура ольги так и я худею результат за эту неделю со вторника по вторник составил у меня минус 2 килограмма 50 грамм но думаю что на самом деле побольше потому что ну тут я как бы взвешивалась как могла в общем тем не менее как есть и ну и будут как бы отталкиваться от этих цифр вот и что еще хотела сказать я не придерживаюсь какой-то прям от особой диеты сделала несколько фотографий того что я ем но я подсчитываю калорий к сожалению у меня не очень получается нормальный баланс вот хорошо как бы балансировать белки жиры и углеводы но вот как то пока так стараюсь как могу я подключила себе счетчик калорий который мне выдал жесткую диету 1200 калорий в день и я так могу сказать что бывают дни когда у меня как раз вот эта норма а бывают дни когда у меня выходят больше то есть там и больше сама максимально было по моему но я сейчас не буду смотреть этот счетчик калорий но 1600 наверное в принципе 1600 калорий это нормальное количество калорий которые потребляют человек для нормального бытия вот что я сделала я исключила сахар из своего рациона но пока не могу сказать что прямо вот сто процентов потому что иногда хочется сладенького и иногда я что-нибудь был момент я покупала конфетку себе съедала даже два раза такое было и в этом плане когда вроде как оскомину сбил по по поводу сладости да по сути ну как бы все равно не напитался да они нет и ну в общем как то так пока поэтому вместо сахара совсем пить допустим я люблю кофе сладкий сейчас горький и при этом сладкий да для этого я сейчас заменила пока сахарозаменителем надеюсь ну когда-нибудь там потихоньку потихоньку и я и сахарозаменитель тоже уберу себя из рациона хлеб я не могу сказать что у нас дома мы едим прямо хлеб что мы едоки хлебные но иногда хочется и я иногда и сейчас и раньше я его себе позволяю я вообще люблю как больше черный хлеб поэтому забыла как он здесь называется как который я попробовал несколько сортов два сорта мне понравились они ну как бы вкусно мне и иногда беру получается но но все равно сейчас я допустим контролирую если я раньше могла когда захотелось хлеба допустим и 2 и 3 куска съесть сейчас я один кусочек и все потому что я понимаю что и либо я его съем либо допустим что-то другое что мне доставит больше удовольствия вот поэтому но все-таки некоторый контроль потребляемой еды я делаю что еще чем помогает для меня вести счетчик калорий допустим я перестала хватать ну допустим для мелкого куплены конфетки ну или как домой куплены конфетки и я раньше допустим могла там яйца кидать проходя просто так в доступе у нас не очень можно держать конфеты хотя он конечно может до них и дотянуться но глаз не мозолит потому что иначе это жизнь спокойно не дает вот сейчас так как я веду счет калорий мне уже не хочется это делать потому что это надо будет вносить допустим и в этот момент тут я задумываюсь а надо ли мне что-то запихнуть в рот ну как-то и останавливаюсь в общем следующий момент также допустим мы пошли в магазин и по зефирке купили то есть я не не беру много потому что но я прекрасно знаю из себя и ясеньку что но мы возьмем и не остановимся и будем трескать поэтому ну и вообще свежая лучше тем более она иногда вроде как съел бы да потом одну-две съел штучки и не хочется в принципе я такие вещи и так контролировала но сейчас я контролирую это больше потому что на данный момент даже беря допустим тоже там зефирку себе я больше не беру и там две зефирки но не важно я имею ввиду штучно то есть я не беру упаковки потому что я понимаю что если мы положим упаковку и мне сейчас будет тяжело еще сдержаться потому что но последнее время я люблю зефир вот единственное что я знаю что вроде как есть зефир диетически какой-то там что-то еще какие-то вот такие сладости вот наверное со временем надо будет что-то такое себе подобрать чтобы все равно возникает вот такое какое-то желание что-то такое вкусненько схряпать поэтому в общем был момент что я вроде чуть-чуть да попробовала опят маринованных чуть-чуть корнишончика съела чуть того чуть другого и на следующий день по-моему что-то я там еще в один день накосячила ну неважно и встала на весах но я даже встав с утра этого было всего немножко я отекла еще плюсом к диете я решила пересмотреть свой образ жизни я люблю больше да как бы очень поздно ложиться спать в итоге мне тяжело встать с утром потому что с утра мне хочется поспать и как бы головные боли и недосып и так далее сейчас я стараюсь вовремя ложиться спать и пораньше вставать и насколько мне известно это также влияет и на вес и вообще на общее самочувствие организма и вот считая неделю я этим и занимаюсь и да да мне стало лучше я сейчас стою легче по утрам намного легче уже несколько дней допустим у меня были это до этого продолжительно головные боли очень долгая то есть вот это утро встать у меня голова болит как у собаки серый в общем сейчас это все на как бы налаживается почему я села на диету какая мотивация в диете у меня лично я наверное из людей по большому счету такие эти бодипозитивщики или еще что то то есть я легко отношусь к фигурам или как сказать то есть меня никак не трогают чужие тела в принципе своем ладно потом хотя хотелось бы чтобы малыш у меня был все таки по взбитии но ладно вот но мне стало тяжело носить мои дополнительные килограммы тут исключительно здоровья для мне надо сбросить вес сколько я его сброшу ну жизнь покажет сколько я выдержу ну все вот как получится то есть я сразу говорю это силы воли у меня ноль это время как сила есть да воля есть силы воли нет да это как бы это поэтому в принципе я себя люблю как бы наверное сказать так или или может быть скажу скажу по-другому что у меня достаточно других каких-то головников которые ну меня и так тяготят и начинать себе дополнить вешать на себя какую-то дополнительную головную боль и проблемы я не люблю я не хочу мне это не надо то есть я не буду вот если брать диету да я не буду себя насиловать вот все потому что но я понимаю что до добра это не доведет и этого делать не буду поэтому я ем то что я могу есть то что я люблю есть и к тому чего я в принципе привыкла единственное это больше теперь контроля да и лишний раз я просто не запихиваю в рот и все что произошло сейчас еще когда я села вот сейчас начала контролировать свое питание раньше я ела питание ну очень редко когда когда два раза в день в основном это один раз в день и накладывала себе на ну на как для себя большую порцию то есть не то что она прямо ведро нет просто это вот и я не могла доедать я убирала в итоге ну отдавала у меня есть кому отдать вот но сейчас я больше кстати стала доедать очень мало что я у меня остается недоедено что я могу ну отдать своей скотобазе поэтому как-то хорошо ли это плохо ничего не знаю нет даже не ну решила на эту тему не заморочиться сложности еще какие допустим я люблю кожу куриную кожу но вот люблю я ее я ее сейчас не ем поэтому вот это для меня это для меня сложно потом что еще так что мне еще сложно вот прямо из сложностей ну так сахара заменителю когда перешла уже с кофе нет никакой сложности что-то было мне прямо еще ну допустим не не делать зажарки для меня не сложно потому что в принципе как с папиком смеялись да у нас диета номер пять до стол где ну как потому что больные кишечники поэтому зажарки жареная зажаренная и так далее это были и до этого нечастые гости у меня на столе но по желанию иногда конечно и там супчик зажарочка и не без этого но все равно в основном у меня тушеная такой вареная тушеная ну вот как-то так пареная ну как какая-то такая вот такое какое-то питание вот но тем не менее не без вредностей не без короче такого в общем было сейчас я просто это больше контролирую в чем наверно сейчас еще больше как проблема в том что спорт в общем спорт мне никак нет ни маль ну как у меня нет сейчас абсолютной возможности физической я не буду заниматься спортом я не смогу заниматься спортом в общем он меня под запретом от слова совсем это первое и отсюда еще вторая проблема то что или не то что отсюда то есть если бы одно дело фиг бы с ним спортом да но я ходила бы где-то больше больше движения там мне бы надо было допустим как летом пройти до работы проще было дойти чем доехать да там еще что то на работе я там все равно да я шила допустим но тем не менее какая-то движуха сейчас у меня даже ну вот рабочий стол шитье здесь другой рабочий стол вот вязание ну то есть меня движение очень мало и вот это это прямо минус то есть если по правильному да бог бы с ним спортом да ходить хотя бы да сколько то какой-то километраж за день наматывать у меня вот сейчас этого нет от слова совсем и это плохо и это надо будет как то все таки мне как изменить нести ну короче вот это что то надо сделать вот с этим надо что то сделать все так что ну все это посмотрим что будет дальше вот сейчас минус 2 килограмма и я думаю что это нормально это замечательно за неделю и к слову то ли я спать стало лучше а кроме сахара я почти убрала соль раньше я очень мало употребляла ну у меня вообще в доме мало употреблялась во время готовки соли но так получилось что за за некоторое количество лет я все таки стала солить еду и это стало более соленая еда и вот это да кстати есть в этом сложность то есть я и раньше мне соль казалось горькой и это потому что я солила очень мало еды мне казалось горькой и мне казалось когда добавляешь ну чуть больше перебаришь ну соли на мой вкус что вкус еды как бы уходит я не чувствую продуктов а вот как то вот это ну вот но с течением времени да не то что я не могу сказать что ну да поменялись вкусовые рецепторы однозначно в общем я стала употреблять больше готовить и употреблять больше соли и соответственно вот сейчас отказываясь от соли был момент я отказывалась там день по моему совсем это казалось мне очень сложно я стала добавлять соевый соус я поняла что ну я я его люблю но не настолько чтобы ну вот он был это чтобы им все солить нет поэтому сейчас я еще чуть то есть где то я чуть добавляю соевого соуса потому что ну я реально им наелась за там 2-3 дня и я стала чуть подсаливать ну то есть вот сажусь уже кушать и чуть добавляю соли ну как вот прям не знаю вот прямо чуть вот я не знаю уйду ли я совсем от соли не знаю потому что с одной стороны уйдя от соли да пройдет проще уйдет лишняя вода которая у меня в организме с одной стороны с другой стороны в соли куча всего полезностей и ну мне не надо чтобы вот прямо вот ушла вода и как-то там разово похудеть чтобы в платье влезть то есть мне этого не надо мне надо чтобы я стабильно по пусть даже вот по 2 килограмма в неделю там не знаю там в 2 недели сбросила до определенного комфортного для меня веса то есть вот до комфортных для меня килограмм и вот когда я уже дойду до определенного я еще не знаю сколько допустим будет буду ли я допустим 70 весить понятно я не знаю вернусь ли я ну там сколько лет сейчас вспомним так сейчас у меня 48 было ну допустим 15 лет назад да там 14 лет назад сейчас что-то это ну и вообще как бы периодически я в принципе своем набираю вес худее обратно то есть вот и даже до ясенькие ну вот с ясенькой я была ну вот когда уже пошла прямо рожать рожать это я весила 70 килограмм 70 там с копейками вот так что а сейчас у меня выше вес ну то есть что-то не могу вспомнить ну это в общем был был для меня комфортный вес 62 килограмма да но сейчас вот я не знаю вернусь ли я к тем килограммам или не вернусь я не могу сказать что у меня какая-то сейчас дикая потребность в этом конечно да моя фигура в принципе претерпела изменения за все прожитые года то есть все как надо все у нас притягивается что надо что не надо все идет к земле ну то есть ну блин вот оно как есть так есть я в этом плане спокойно ну нормально 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 стареть главное в этом плане как оставаться в трезвом рассудке и все-таки желательно чем здоровее тело тем оно лучшее вот единственное что как бы дальше ну происходит и происходит это это нормально вот поэтому я решила больше всего ну дальше я посмотрю в общем как я буду то есть если я пойму что вот я до семидесяти килограмм то есть я постараюсь в какой-то момент именно придерживаться вот этих этой жесткой диеты да тысяча двести калорий хотя я допустим не могу сказать что первую неделю я прямо каждый день ее придерживалась нет в общем придерживаться этой ну насколько я смогу вот до скольки там дойду я до я пойму что мне комфортно мне удобно в этом если я тогда наверное просто буду я не знаю может быть придется в какой-то момент наверное даже продолжительный вести счетчик калорий чтобы приучить себя я допустим у меня был такой момент кстати да это было еще когда не было никаких счетчиков калорий я тоже вела счетчики это счет калорий но тогда я подходила помню очень что-то так жестко к этой теме вот именно белки жиры и углероды все эти еще что-то макро микро витамины и вот это все я прямо серьезно так это помню изучала составляла себе меню и прямо что когда я ем это ну прямо все было более серьезно все это прописано подсчитано если это с тем-то это так-то то есть это вообще меню у меня было ну вообще сейчас у меня ну я как бы понятно что проще и поэтому я решила что когда я дойду все-таки до более комфортного для меня веса какой он будет я пока не буду загадывать я просто тогда потом выйду на ну как понятно что резко нельзя это кстати даже то что я сейчас вот это у меня резко метелится грубо говоря там ну грубо скажу 300 калорий в день это нехорошо то есть они должны быть более ровно даже потом если придерживаешься 1200 да то потом по 50 калорий там понемножку калорий добавляется ежедневно выходится выходишь на тот или не еженедельно или что-то я уже это забыла этот момент в общем я знаю что это потом постепенно выходишь на которое нормальное питание и просто я не могу вряд ли я буду прямо на правильном питании я не это не друг правильного питания скорее всего при ленивице и так далее но придерживаться каких-то для себя удобства я не знаю как сказать я постараюсь в общем все ничего загадывать больше не буду так что вот так первая неделя прошла надеюсь что и на следующей неделе все таки тоже будет все таки минус конечно если бывает да что сходят там воды ну вот это все потом в какой-то момент вес останавливается и может это долго раскачиваться потом обратно ну и снова ну либо набираться либо худеться ну в принципе всего неделя поэтому я причем нижу не хотя с одной стороны это жесткое с другой стороны я все равно себя балую поэтому будем буду надеяться что в следующей неделе не будет у меня по нулям не будет тем более с плюсом будет какой-то будет минус и ну это будет замечательно тогда так что все целую может это кстати да я наш как получается Танюша соперников меня пригласила в группу единомышленниц у нас там как это небольшая компашка которая ну как бы дружно мы худеем ну по крайней мере стараемся так что вот так наверное у каждого там свои какие-то цели для сброса килограмм но в принципе я думаю что у всех основная основной посыл сбросить килограммы это все таки просто ну как облегчить себе жизнь оздоровить немножко ну как-то так выглядеть покрашенно носить это получше так что пряжи тратить поменьше ну как-то так вот ну все целую вас крепко желаю всем мирного ясного неба над головой и позитива и 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